Всем привет! Сегодня у меня у нас юльник. Начинаем новую неделю и покажу вам, на чем же я остановилась на прошлой неделе. Это был вот такой вот котик, и вчера и позавчера я вообще его не вышивала, и не вышивала я его уже несколько дней на самом деле. И теперь буду вышивать не знаю когда, по моим правилам игры. Я каждую неделю буду начинать новый процесс, а дальше будет при помощи рандома выбираться в процесс уже изначатых. То есть 10 стартов весны у меня будет. И вот на таком этапе я котика откладываю. Сейчас мы с вами будем выбирать, что же я буду вышивать на этой неделе. Это будет новый старт. Абсолютно не знаю, что это будет. И сейчас это будет сюрприз и для вас, и для меня. И у нас с вами осталось 118 неначатых работ. Почему 118? Должно было быть 119, скажете вы. Но вот этих вот косаток я на данный момент вычеркнула из списка. Они у меня остались в планах, но пока я не закончу ту схему, которая идет обложка на паспорт с такими же косатками, только более маленького размера, я к этим косаткам не приступлю. Даже если они у меня выпадут, потому что вышивать две одинаковые почти работы одновременно, я понимаю, что это она крупнее, сложнее, да. Но, по сути, там все те же цвета абсолютно используются. Смысл почти тот же самый. Поэтому пока я не отдохну от той работы, новую я вышивать не буду. Вот. И если обложка на паспорт будет для моей подруги, то вот этих косаток я хочу вышить для себя. Безумно они мне нравятся. Очень-очень вообще люблю эту работу. Несмотря на то, что я купила эту схему в далеком, по-моему, 2017 году, не вышла я ее до сих пор, но одна из моих любимых схем, и обязательно когда-нибудь все-таки я до нее доберусь. Но ее мы убираем, и остается у нас 118. Вот этот у нас получается последний. Это, кстати, моя схемка. И сейчас мы с вами выберем при помощи рандома. Сгенерируем от 1 до 118. Что же мы будем вышивать? 27. Где-то что-то в самом начале. 19. 26, 27. Ворон. Белый ворон, по-моему, от Алисы Акниас. Да, интересная работа. Очень он мне нравится, этот ворон. И нравился всегда. Так, на чем бы мне его вышить? Ох-ох-ох, даже не знаю, на Аиде его не хочется. На темной равномерке он не будет так смотреться. Надо будет сейчас зайти в группу Алисы, посмотреть вообще отшива, на каких тканях он лучше смотрится. И выбрать уже для себя, на чем же буду вышивать его я. Должна быть у меня сага на него. Если она есть, это будет великолепно. Ворон мне этот очень нравится. И если честно, я прям очень рада, что он мне сегодня выпал. Очень классная работа. Тем более, если тут, я не понимаю, правда, весна это или осень, или зима. Но будем считать, что это весна. И вот-вот должны пробудиться это сноветочки. То, что как раз у нас сейчас и происходит на улице. Буду вот так считать. Вы знаете, у меня тут дилемма. Я не знаю, на какой ткани начать вышивать этого ворона. У меня есть белая линда. Но она такая не белая. Она такая прям не совсем белая. Номер такой 1235-1. Тут у меня кусочек 50 на 70. И есть Бритни Лугана. Цвет у нас 3270-550. Это голубой лед. 35 на 45 у меня кусочек. И в принципе, если вышивать на нем, то у меня прям остаются еще такие довольно-таки большие запасы. Сантиметров по 8, наверное, с каждой стороны. И вот, не знаю, хочется именно чего-то светлого для этого набора. Для этой схемы. Потому что на темном, мне кажется, там, так как много полукреста, он немножко как бы сольется. В общем, не очень мне нравится. Как получилось бы на темном. Хочется светлый. Светлый, белый и такой голубой. Что же делать, что же делать? Я бы спросила совет у вас, но, к сожалению, когда вы увидите это видео, у меня уже 100% он будет начат. Ох-ох-ох-ох-ох. Смотрите, я в саге немножко визуализировала. Вот так он будет выглядеть на белом. А вот так на голубом. Даже, наверное... Ну да. Даже, наверное, потемнее. Чуть-чуть его. Вот. Вот так. Знаете, наверное, становлюсь я на голубом. Как-то он прям интереснее смотрится. Так что вышиваем на линде. Повторюсь, цвет 3270, дробь 550. На линде говорю, на Бритне. Бритне Лугана. От фирмы Цвайгарт. Так, с цветом определились. Вышиваем все-таки на этом. И здесь немножко технической информации. Схема дизайнера Алиса Княз называется Белый ворон. Здесь у нас используется 28 чистых цветов. Есть несколько блендов. И размер в крестиках 150 на 109. Размер на 28 каунте, в данном случае, на равномерке такой, будет примерно 27 на 20 сантиметров. Вот. Сейчас буду собирать ниточки. Начать я не знаю, вряд ли сегодня начну. Но вот ниточки хотя бы соберу обязательно. Завтра у меня выходной. Поэтому буду надеяться, что завтра у меня получится хотя бы немножко его повышевать. Так, у меня утро. Утро вторника. Покажу вам, что я навышевала вчера за вечер. А вышила я 168 крестиков. Причем вышивала я уже после полуночи. И, внимание, первый крестик, один крестик у меня был вышен до полуночи. То есть, я, получается, вышила крестик первый, отметила его. На самом деле, там несколько крестиков было. Просто я первый отметила, а потом остальные зачеркивала все после полуночи. Вы видите вообще эти крестики? Они тут существуют. Это белый цвет, который B5200. На вот этом... На вот этой основе голубой лед. Вот, в принципе, их видно. И, знаете, когда вышиваю, это прям так нежно. Это так воздушно. Вот прям вообще очень-очень классно. А вот здесь это у меня ниточка, отмечена серединка. Потом я эту ниточку развяжу. Она там просто с изнанки не то чтобы завязана, а так двойной такой стежочек. И узелки на той стороне. Не узелки, а кончики. Утро еще. Не могу что-то с мыслями собраться. Глаза... Слова путаются на языке. Вот. Ну, в общем, вшивается вообще очень легко. Я решила начать вот с этого белого цвета, так как его там больше всего в этой схеме. Его я вам сейчас даже скажу, сколько крестиков. 168 я вышила. Еще осталось 1172. Это единственный цвет с таким большим количеством крестиков. И он занимает, на самом деле, большой такой промежуток вышивки, учитывая, учитывая, что всего в вышивке 7291 крестик. То есть, 1 седьмую занимает именно белый цвет. Не знаю, возможно, к концу вышивки он мне приестся. Но вот за эту неделю у меня есть план вышить хотя бы, хотя бы весь этот цвет. А потом от него уже будет проще считать. Организация процесса, как всегда, у меня стандартная. В этот раз я решила тоже обойтись без органайзеров. Просто набрала все ниточки, сложила их в коробочку. Такую вот из фикс-прайса. Многие такими пользуются. Вот. И на пяльцах нурге. Вот. Пяльца у меня уже года 3, наверное, если не больше. Пока что они у меня не сломались. Я знаю, что у многих эта проблема есть. И я сейчас такая вам показываю, и они ломаются. Вот они. Они. Сказала, дам вам изнаночку немножко. Вот они мои пяльчики. Но я на всякий случай уже купила карабинчик. У кого-то в видео подсмотрела, что не карабинчик, а такое вот, знаете, кольцо соединительное. Вот. Он у меня уже на всякий случай лежит металлическо. Может быть, кому-то пригодится эта информация. Может, кто-то не видел такое видео. И я вот думаю, что, наверное, сегодня я такое колечко прикреплю на всякий случай. Потому что я слышала, что когда эти пяльцы отлетают, ломаются, они отлетают очень-очень больно. Мне бы, конечно, этого не хотелось. Сейчас я вот вам показала. Наверное, пойду вышивать вот сюда вверх. Оттуда, возможно, тут будет голова. Это вот получается грудка ворона. Оттуда, наверное, пойду спускаться вот сюда вниз. Дальше вот тут по низу, по низу, по низу будет ветка. Но это, конечно, будет явно не сегодня я до ветки доберусь. Сегодня я хочу именно в белом районе ворона повышивать. Сейчас надо будет погулять с собачкой. У нас отключили воду почему-то. Воды нету с утра. Поэтому погуляю с собакой и постараюсь повышивать. Вот. Такая вот красота у меня получается очень нежно вышивается. Очень мне прям нравится, как смотрится. Вы не поверите, мне нравится, как смотрятся белые крестики на светлом фоне. Я не знаю, нравилось бы мне это, если бы я взяла белую линду. Но вот на основе голубой лед бритни мне очень нравится, как выходит. Прям вот очень так воздушно, очень нежно. Вообще мне этот ворон кажется именно на светлом фоне таким очень воздушным. Очень такая красивая вышивка получается. На темной как-то, знаете, вот этот вот полукрест, который сзади, он как-то мне не очень нравится, как выглядит. Сам ворон на темном фоне выглядит, конечно, шикарно, но вот этот вот задник как-то прям, не знаю, не знаю, не знаю. Поэтому я решила, что я хочу все-таки на светлом фоне его вышивать. Так что сегодня вторник, у нас впереди еще почти целая неделя. И я буду надеяться, что эта неделя будет более продуктивная, чем была предыдущая. И что этого ворона я буду вышивать быстрее. И еще немного технической информации. Здесь вышито пока что всего 2%. Напомню, в общей сложности здесь 7291,5 крестиков. Из них я вышила пока что только 168. Это если считать, ну, как вы все знаете, по саге, там полукрестики. Два полукрестика, это один крестик и все такое прочее. Так, пошла я гулять с собачкой. Потом обязательно вернусь. Вот, смотрите, вот так выглядит это соединительное кольцо. Оно продается в строительных магазинах. В зоомагазинах в некоторых. В общем, это такое, как соединительное кольцо для цепи. То есть раскручивающаяся цепь. Она вот так раскручивается. Да, гремит. Ну, а что поделать. Вот так она раскручивается. Вы ее надеваете и закручиваете. И даже если у вас вот эта вот штучка соскочит, порвется, сломается, придет в негодность, вот эта вот штука, она вас защитит, спасет от выкидывания пялец. Вот, и крепится это все, что все продолжает работать. Да, немножко гремит, но лучше, чем получить пяльцами глаз. Правильно? И вот так это выглядит, собственно, в пяльцах. Да, они стали немножко потяжелее. Но вот стяжки, они тоже рвутся, имеют особенность такую. А вот эта, мне кажется, уже не порвется точно. Не сломается. Так что вот, вот, починили. Хотя они у меня не ломались, но на всякий случай мы их сами сейчас вместе починили. У меня тут утро с среды. И смотрите, какие у меня продвижения. Я вышила уже довольно-таки много белого цвета. В общей сложности 800 крестиков. Ровно белым цветом у меня вот здесь вышито. И за вчера вечером я вышила 552 крестика. И еще 80 сегодня с утра. Сегодня я уже успела поделать кучу дел. Сейчас посижу, повышиваю, может быть, пару часиков. Потом поеду к Людку. Вот так у меня получается. Очень мне нравится, как выглядят эти белые крестики на этой основе. Выглядят прям очень объемно за счет текстуры своей. Интересно, как же будет выглядеть, в общем, когда вышиваются не только белые крестики, но и все остальные. Сейчас это цвет B5200 все еще. И мне его вышивать еще, вот чтобы не соврать. Я вам сейчас даже посмотрю. Так, 539 крестиков. Мне нужно вышить белым цветом. Я надеюсь, что до конца недели я с этим справлюсь. Но, может быть, и нет. Вот такие вот у меня продвижения. Смотрю я сейчас последние серии сверхъестественного под вышивку. Последний сезон, последние серии. Пока творится непонятно что там. Люблю я такие вот сериальчики, в которых сильно думать не надо. Они так на фоне где-то играют. И при этом какие-то там симпатичные актеры. И такой сюжет ненавязчивый. В общем, я под такое очень люблю ушивать. И сейчас вот буду продолжать. Приготовила покушать сегодня. У меня уже сколько? Час дня. А я что сказала? Утро среды? Час дня среды. И вот мой ворон. Вот этот его клюв будет. Часть его. Тут уже вот спинка пюрышки. Тут еще потом пойдет вот так ветка, на которой он сидит. Тоже там будет присутствовать этот белый цвет. Вообще, знаете, я очень соскучилась по равномерке. У меня все остальные работы и процессы начаты на Аиде, кроме бульбазавра. Но бульбазавра я не брала в руки, вот чтобы не соврать. С лета? Да, последний раз, наверное, летом еще. Уже почти год. Хотя мне он безумно нравится. Я считаю, что у меня эта разработка получилась очень даже ничего. Вот, но что-то как-то работа сложная. Цветов довольно-таки много. Ну, как это сложная? Она, в принципе, не сложная. Но вот как-то что-то в какой-то момент у меня не было одного цвета. Я его отложила. Все думала, куплю, куплю, куплю. И в итоге купила и забросила вышивку. А так он, нет, он не сложный. Вот. Пошла я вышивать. У меня все еще вечер среды. Хотела вам показать, что получается перед тем, как буду переставлять пальцы. Сейчас я их буду вот сюда переставлять и вышивать вот этот вот участок. Пока что на данный момент я на сегодня вышила 398 крестиков. Это я шла вот отсюда, вот эту вот всю часть и вот эту. Вот сейчас пойду вот так, пройду, продолжается веточка. И, в принципе, меня радует темп, который у меня получается. На данный момент у меня вышито 15% от всей работы. Вот здесь нитки как-то потемнее смотрятся. Вот. Возможно, что где-то чем-то я испачкала их. Скорее всего, еще в моточке. Вряд ли это руки тубные чистые. Возможно, в моточке где-то тиранула по что-то надеюсь, что это все отстирается. Вот так вот смотрится очень классно. Уже прям видно, что это ворон. Тут какое-то было крыло, спинка. И вот она пошла веточка. Вообще очень нравится, как получается. Очень я, конечно, соскучилась по равномерке. Я не помню, вышивала я или нет раньше на Бритне. Но, в принципе, я с этой основой подружилась. Она мне напоминает Линду довольно-таки. Линда только чуть-чуть покрупнее. И дырочки там побольше. Но так, в целом, приятная основа. И вот такой вот красавец ворон. Смотрите, у меня вышит полностью весь белый цвет. Весь Б5200. Но он там еще в блентах будет. Но вот чистым он вышит весь. И это 1139 крестиков. И у нас за сегодня вышло 619% крестиков. Итого белый цвет занимает 18% всей работы. То есть почти 1,5% всей работы. Это белый цвет. И у меня готова почти 1,5%. Здесь вот она ветка, про которую я вам говорила. Тут уже день от телефона видна. Снимаю. Уже поздно вечером. Время 11. На сегодня я заканчиваю. Завтра рано вставать на работу. Такая вот красота у меня получается. Вообще, мне прям очень нравится этот процесс. И что я его раньше не начинала. Нравился же этот ворон с самого начала. Как только увидела его, я в него влюбилась. И вот наконец-то он дождался своего часа. И возможно, что если бы не эта игра, я бы его еще вышла очень нескоро. Так как у меня в приоритетах были немного другие работы. Но при этом я очень довольна, что он выпал. Он мне так нравится. Я вообще прям не могу. Очень красивый. Очень нежный. Очень такой интересный. И пока что очень легко вышивается. Смотрите на эти супер грандиозные, супер быстрые подвижения за вчерашний день. Ровно 80 крестиков. Да, именно столько мне удалось вчера повышивать. Эти подвижения можно заметить вот здесь. Если приглядеться, то тут идет немножко другой цвет. Тут бленд. Белый со светло-голубым. Светло-светло-голубым. То есть, в принципе, невооруженным взглядом его особо даже не видно. Вот здесь немножко вот по краю вот так и вот так. Сюда еще, по-моему, не продвигалось. И вот так вверх пошла. Вот оставила иголочку вчера. Тут она до сих пор и торчит. Сейчас сегодня у меня есть буквально часочек на то, чтобы повышивать. Я надеюсь, что хотя бы продвину хотя бы на чуть-чуть. Сейчас у меня 19% от всей работы. Хотелось бы хотя бы до 20% добить. Вполне реально, но не уверена. Вот так это выглядит все. Издалека. В полный рост. Такой вот у меня ворон. Пока что вот вышиваю блендом. И на данный момент это второй цвет в этой работе. Совсем-совсем так чуть-чуть, но продвигаю. А завтра уже суббота. Завтра у меня, в принципе, короткий день. Но, скорее всего, вернусь в это же время с работы. Потому что я езжу на автобусе. Автобус у меня в городе очень плохо ходит. Вот. Поэтому, не знаю, завтра получится повышивать или нет. Надеюсь, что все-таки да. И в воскресенье вроде бы тоже особо никаких планов. Вот. Тоже работа. А в понедельник нас с вами уже ждет новый процесс. Вот. Честно, даже не хочется вышивать новый процесс. Хочется доделать котика, ворона. Вернуться к своим старым некоторым процессам. По некоторым уже соскучилась. Хотя весь вот этот проект задумывался из-за того, что мне все мои начатые процессы резко надоели. То есть, я не хотела не вышивать вообще ничего из начатого. Поэтому решила поначинать новиночек. Вот. Ворон как раз один из них. Вечер субботы. Я опять к вам с моими грандиозными продвижениями. За вчера я вышила 159 крестиков. Да, этого два раза больше, чем позавчера. Сегодня я еще посижу, повышиваю. Часочка еще не садилась. Вчера я вышила, получается, полностью весь бленд белый со светло-голубым. Сегодня я, наверное, продолжу вышивать бленды, потому что все три бленда, которые здесь есть, они с белым цветом. Вот. Чтобы мне белый цвет полностью исключить из работы, я их еще повышиваю. Здесь, смотрите, вот эти вот такие небольшие голубые, голубоватые крестики. Вот здесь они, вот здесь. Вот так по окантовочке. Тут вот чуть-чуть есть. Это вот все как раз был этот бленд. Да, продвижения у меня вообще очень-очень маленькие. Если честно, даже стыдно вам такие показывать. Но что поделать, какие есть. Поэтому я рада и таким продвижениям, хотя бы даже совсем-совсем небольшим. Но работа движется, работа не стоит на месте. И я вышиваю, я снова с вами, как вы можете видеть. И завтра у нас уже будет день монтажа. Завтра. Я сегодня просто с Громи там ушла надолго гулять. Вместо 20 минут у меня получилось погулять с ним полтора часа. Вот. В итоге отделалась поздно. И сейчас буду вышивать под фильм «Конек-Горбунок». Вот. Он уже вышел в цифровом варианте на кинопоиске. Вот. Поэтому я его еще не смотрела. Вот под него как раз посижу, повышеваю. Не знаю, получится час. Если получится, может быть, даже часика полтора посижу. Вот. И начинаю новый цвет, новый бленд. Это у нас будет бленд. 159-52-00. Такой будет он серенький. И его у нас 113 крестиков. Вот, скорее всего, я его сегодня и сейчас и вышьем. У меня уже внезапно понедельник. Вчера, в воскресенье, я не вышивала, не снимала. У меня вдруг появились дела, не требующие отлагательств. Вот. Поэтому не получилось вчера повышевать. И сегодня, так как уже понедельник, мы с вами будем выбирать новый процесс. Но это будет уже в следующем видео. А в этом видео я хочу показать вам мой результат за неделю. В конечном итоге у меня получилось вышить 1691 крестик. Да, я знаю, что многие вышивают... Не многие, ладно, некоторые вышивают такое количество за 1-2 дня. Максимум там за 3. Но вот у меня получилось за неделю. При том, что 2 дня, когда у меня были выходные, я прям повышевала, так знаете, хорошо-хорошо. А все остальное время, ну, совсем по чуть-чуть. В субботу я вышила всего лишь 113 крестиков. И на данный момент у меня готова почти четверть работы. Это 23%, как показывает сага. Здесь у меня вышился полностью белый цвет. А также 2 бленда с ним. И третий бленд я начала, но, как видите, не успела закончить. Третий бленд или второй? Я уже запуталась. Ну, в общем, вот этот вот такой темно-серый. Он темный по сравнению с белым. Так-то он на самом деле светло-серый. Вот. Это как раз, по-моему, был второй бленд. Значит, третий я даже полностью вышила. Один цвет и два бленда. Вот. Ну, вам это было буквально пару минут назад я про это рассказывала. А для меня прошло уже несколько дней. Такие вот у меня продвижения. Сейчас я прям вот сейчас поставлю монтироваться видео. И буду уже начинать новый процесс. И увидимся с вами на следующей неделе. А, да. И мне уже, по идее, должна сегодня отправиться посылочка. Там будет новый наборчик. И этот наборчик я обязательно тоже включу в мои вот эти старты, в мой рандом. Ну, даже два наборчика. Один уже, который у меня лежит. И один, который приедет. Включу тоже в эти старты. И, может быть, что-нибудь из этого вышится. Может быть, кому-то повезет. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До встречи в моих следующих видео. Пока-пока. До встречи в моих следующих видео.